Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, давайте попробуем его разобрать. Итак, уйти или остаться ради ребёнка? Ради ребёнка оставаться не стоит, потому что, во-первых, ребёнку от этого не будет лучше, так как не будет лучше вам, вы не будете счастливы, и значит ребёнок тоже счастливее не будет. Это первое. Второе, если ребёнок потом в будущем поймёт, что вы оставались и терпели что-то, что вам не нравится ради него, то на ребёнка накладывается очень большая ответственность, тяжесть, которую он не должен нести. Вот, либо у ребёнка будет чувство вины, либо чувство протеста. Кроме того, есть вероятность, что у вас появятся некие ожидания по отношению к ребёнку, мол, типа, я ради тебя, там, вот делала то-то, 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 а ты, соответственно, меня не слушаешь, ты, соответственно, не делаешь так, как я хочу. Вот, поэтому в некотором смысле ради ребёнка делать ничего не нужно такого, что идёт в ущерб вам. Ну, естественно, за исключением, там, допустим, прямого спасения жизни ребёнка и наличия прямой опасности, прямой угрозы. Дальше, если вы хотите уйти, если вы хотите уйти, кстати, куда уйти и, собственно, уйти, чтобы что, да. Если вы хотите уйти, то это ваше решение уйти. И очень часто, не говорю, что это делаете вы сейчас, но очень часто люди, боясь принять какое-то решение, пытаются просто перенести ответственность на ребёнку, мол, типа, это вот из-за ребёнка я ничего не делаю, вот, из-за ребёнка я не хочу ничего менять, это из-за ребёнка я мне, ну, собственно, ничего для себя не делаю, вот. Поэтому очень важно, чтобы вы не прятались за ребёнком, чтобы вы спросили честно себя, боитесь ли вы чего-то, а не в контексте, там, ребёнка рассматривали бы эту ситуацию. Дальше, встречаюсь с молодым человеком почти два года. Когда начались наши отношения, он был в браке, у него двое детей, один из них появился, когда мы с ним расстались на месяц. В этот момент он пытался помириться с женой. Ну, здесь уже есть некоторые сложности, на которые, наверное, я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, мы начали отношения с женатым мужчиной. Вроде бы ничего такого в этом нет, особенно если у него не ладился брак. Но, во-первых, странно, что вы с ним были в отношениях, и он был в браке. Он не признал этот факт, что его брак не удался, и что нужно разводиться. Во-вторых, не менее странно, что когда вы расстались, он начал пробовать мириться со своей женой. Что, как бы, должно было вам показать, что мужчина, ну, к вам привязан не настолько сильно, и брак для него не в полной степени является чем-то прочим, чем-то неудачным. Вот. То есть, на это вы, по сути, закрыли глаза. Недавно она дала ему раз в развод, и с февраля мы живем вместе. Вроде бы все нормально, вроде бы все правильно, но у меня что-то вот, что-то вот меня смешает в этом. Он сделал мне предложение, но о свадьбе разговоров нет. А какое значение для вас имеет свадьба? Хотите ли вы ее? Если да, то почему? Почему? Сейчас я на втором месяце беременнышим. Но, опять же, вы забеременели не в браке, а с мужчиной, который, находясь в браке, начал встречаться с другой женщиной, то бишь с вами, и расставшись, который на время начал мириться со своей женой. То есть, ваше действие, я имею в виду, ваша беременность должна быть следствием доверия между вами. Или хотя бы предельной ясности намерений и мотивов друг друга. То есть, какое значение для вас имеет свадьба, и, соответственно, каково значение беременности для вас. Отношения не складываются. Ссоримся через день. Ну, здесь я бы порекомендовал, во-первых, почитать про психологическую игру «Скандал». Это первое. Второе. А любой конфликт, любая ссора не была бы возможна, если бы вы сами не вкладывали бы в нее свою энергию. То есть, ссора возникает, грубо говоря, потому что вы, в том числе, ссоритесь. Вот нужно выделить, почему ссоритесь именно вы. А то получается, что мы ссоримся, но кто мы? Мы – это очень неопределенное такое местоимение. Вы, Анно, ссоритесь со своим молодым человеком, и он ссорится с вами. Но поскольку мы обращаемся к вам, то очень важно, чтобы вы сами оценили свой вклад в конфликт, в ссору. Почему-то вы же не сглаживаете углы. Сначала ссорились из-за его увлечения компьютерными играми. Если я ничего не говорю, он может просидеть по 4-5 часов в день. А почему компьютерные игры – это повод для ссоры? Ну, нравится человеку компьютерные игры. Допустим, что-то плохого. Другое дело, как это задевает вас. Другое дело, какова мотивация мужчины не играть. И ссоры – это точно не то, что мотивирует не играть. Ведь он должен хотеть что-то для вас делать. А для этого он должен вас ценить. А чтобы вас ценить, нужно, чтобы вы ценили себя. Сейчас он уехал к родителям. Оттуда поедет на работу в другой город на месяц. Пока он находится у родителей, наше общение уменьшилось в разы. Так как его родители против меня, он не хочет портить отношения с ними, а наоборот наладить общение с ними, чтобы они приняли меня в дальнейшем. Ну, во-первых, здесь то, что ваше общение уменьшилось в разы, нужно раскрыть значение этого для вас. То есть каково для вас значение того, что ваше общение сократилось в разы. Насколько вы можете обходиться без мужчин, насколько он вам важен, насколько вы к нему привязаны, насколько вы самостоятельны психологически. Что касается его поведения по отношению к родителям, то, в общем-то, оно не лечено смыслом. Такое да, объясняет, на меня это унижает и делает больно. Почему? Чем? Понимаете ли вы, что это особенность вашего восприятия того, что делает мужчина? Даже если он лжет, даже если он врет, все равно это вы воспринимаете данный поступок и данную позицию как унижение и как боль. Но вы, вы опять же такое чувство, что не хотите брать личную ответственность на себя за то, что вы испытываете эти чувства. И понять, почему вы их испытываете. Ведь тот факт, что они у вас есть, говорят о непринятии вами самой себя и о необходимости что-то по отношению к себе изменить. Либо изменить отношение к себе, либо что-то поменять в себе и своем поведении. Мне не хватает звонков. Почему? И что это значит? Что значит вам не хватает звонков? Как это проявляется? Просто без переписки мне недостаточно. Опять же, вопрос. Вы говорите здесь о себе, но никак не раскрываете свои желания. Что значит? Мне не хватает звонков. Почему? Вам не хватает его внимания? Но эта потребность во внимании не должна удовлетворяться за счет мужчины. Эта потребность ваша и ответственность за ее удовлетворение лежит на вас, но не за счет другого человека. Сегодня у меня пошла кровь, я попал в больницу. Написал ему об этом, но ему все равно. Это означает, что он вас не ценит. А тот факт, что он нас не ценит, говорит о том, что вы не цените сами себя. Вопрос заключается только в том, почему. Он говорит, что я сама себе довожу. Ну, опять же, я не знаю, как обстоят дела, но тот факт, что вы перекладываете ответственность на человека за удовлетворение своих желаний и не рассматриваете никакой другой способ их реализации, позволяет мне говорить, что есть степень истины, доля истины в том, что мужчина говорит. Хотя, безусловно, его отношение к вам является некорректным. Но происхождение этого отношения к вам напрямую связано с вашим отношением к себе. Это отражение того, как вы относитесь сами к себе. Это отражение того, что вы позволяете свой адрес. Так, что делаю из муки слона, на мои слезы и душевное состояние ему все равно. Но вот здесь вы находитесь в позиции жертвы. Вы считаете, что если вы плачете, то ему должно быть не все равно. При этом не отдавая себе отчет, что ваши слезы это, по сути, манипуляция и вызывание к жалости. Жалость это не то, что делает людей равными. Жалость это то, что, наоборот, обесценивает и принижает. То есть вы принижаете саму-саму себя. Полная эмпатия с его стороны. Я полагаю, что твоя ошибка, потому что слово эмпатия означает другое. Я думаю, что полная апатия с его стороны была бы более верным. Слово, так как эмпатия все-таки означает еще другое. Не могу с этим смириться с одной стороны и хочу все закончить. И с чем именно вы не можете смириться? Я думаю, что вы не можете смириться с чем-то внутри себя. Например, с тем, что вас что-то унижает и причиняет боль. Например, с тем, что что-то вызывает у вас слезы. Так, это нормально, но здесь именно нежелание принять что-то в себе, принять что-то в реальности, принять что-то в другом человеке, в конце концов. А с другой стороны, получается, я своими руками лечаю в будущем отца своего ребенка. Ну, если отец причиняет мне, причиняет боль вам, объективно, то с чего вы решили, что отец не будет причинять боль ребенку, тем, что причиняет боль вам. И стоит ли ваши страдания, например, того, чтобы ради этого создавать у ребенка иллюзию того, что все хорошо? Стоит ли? На этот вопрос, я думаю, нужно ответить вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.